Вика ржет. Я что в перчатках? Просто Шилов с Симоновым решили проводить бой 13 декабря. Я теперь хожу в перчатках, потому что непонятно, мало ли тут какой блогер выскочит из его угла, тут врежет. Я что про Симонов очень хотел сказать, что мне нравится, что этот жесткий стрим с матами и совсем на свете закончился более-менее благородно, потому что сейчас ребята делают бой, там мы все в замесе оказались, но бой это будет не про то, что выяснить отношения, а действительно за спорт, чуть-чуть ближе к здоровому образу жизни и то, чтобы просто подбиться, устроить фан, но все это на грани, делать какой-то прецедент на ютубе, которого не было. Поэтому мы потихоньку сейчас это организовываем, примерно зал будет на 800 человек, по правилам ММА это будет восьмиугольник, будет несколько предварительных боев, ну вот и финальный будет Шилов против Симонова. Спонсор конкретно этого выпуска Ян Ларас, этот человек, который нам помог на самом старте нашего канала, у него тоже есть блог о жизни в Беларуси, сейчас он недавно открыл канал и, собственно, он катался по всему миру в поисках, как говорит, лучшей жизни, но и сейчас остановился на Беларуси, что довольно интересно, да, почему там. Он там снимает про медицину, про жизнь, как там идут дела и скоро начинает программу про бизнес в Беларуси, просто госконтроля много, да, в Беларуси и считает, что там не самое лучшее место для создания бизнеса. Но вот он хочет развенчать эти мифы, поэтому ссылка на Яна Лараса будет под этим видео внизу, внизу, это не в смысле дизлайк, это лайк вот там внизу, у меня палец даже не поднимался. Вы переходите, подписывайтесь и следите за Яном, вот, ну а мы переходим к ролику. Всем привет, сегодня у нас третий выпуск антипословиц, отбирал я тоже пословицу тут, звучит она так, бабка надвое сказала, то ли сын, то ли дочь. Я сейчас представляю добрые 30% человечества, которые вот в такой интерпретации вообще любят общаться, любят делать работу. О ком я говорю? Например, вот меня всегда удивляют программы по РБК, эксперты, да, то есть эксперты, которые прогнозируют движение курсов валют. То есть они как бы говорят, волатильность есть, то есть курс валют будет расти, скорее всего, но тем не менее риски сохраняются, но как бы тренд будет такой, ну как бы непонятно, да, то есть и вот полезность вот этого вида деятельности для меня вообще, честно говоря, непонятно. Прогнозы вещь вообще неблагодарная, потому что если ты классно делаешь прогнозы, окей, парень, all in все ставь на курс доллара, если ты считаешь, что он будет расти. Если ты не уверен, что он будет расти, тогда ничего не ставь и не говори о поводу, будет того он расти или нет. Поэтому мне кажется, если ваша деятельность связана с прогнозами какими-то, то нужно перейти в ту нишу, где вы будете скорее не давать какие-то прогнозы, а будете конкретно гарантировать результат и брать за него ответственность. Чем больше вы ответственности в жизни берете за что-то, если вы работаете по найму или в бизнесе, у вас больше людей, у вас больше ответственности, тем выше как бы вселенная будет благодарить вас деньгами. И рассказать в тему этой пословицы, то ли сын, то ли дочь, бабка надвое сказала, об интересной модели США, когда там открылось агентство по предсказанию пола ребенка. В общем, суть была такая, приходит мамочка, ну как бы уже беременная на каком-то месте, еще до УЗИ когда, да, невозможно еще полуопределить. И значит, эксперт ей говорит, ну у тебя будет дочь, значит стоит эта услуга 50 долларов, они это записывают в журнал. И значит, call to action какой, что если, значит, родится дочь, то все круто, а если родится сын, и мы ошиблись в прогнозе, то мы вернем вам деньги. Ну то есть предложение, от которого практически невозможно отказаться. Если вы можете себе представить, в половине случаев действительно как бы они угадывали, да, то есть как это. А на рынке тоже случай был какой-то, осьминог какой-то предсказывал движение курсов валют, и оказалось, что он предугадал там, в какие валюты и акции стоит вложиться намного лучше, чем какие-то там, да, эксперты, которые есть на рынке. В этом вдумайтесь, да, в эту штуку тоже. По поводу от этого кейса еще из Америки, ситуация такая, что как бы половина угадывает, фактически половина денег у них должна сохраняться, да, но на самом деле нет. Нет, у них сохраняется, думаю, процентов 90, потому что если у вас родился сын, вы же не побежите там за 50-ми долларами, потому что вы уже давно про это забыли, вы далеко от этого места, стоимость вашего времени дороже, и, конечно, деньги, то есть вы скорее всего не заберете, ну и потом как бы ребенок святой, а что издеваться на этой штуке. Я считаю, что все люди в мире делятся не то, чтобы на две категории, на категории не очень приятно делить людей, но, как бы, первая категория это те, кто делают новости, и те, кто их освещает. Вот люди, которые строят бесконечные прогнозы на курсы валют, мне кажется, это люди, которые пытаются освещать новости. Это ты сначала на ютубе, вот мы продали, да, там на 400 тысяч рублей рекламы, по сути, интересное, действительно, предложение для людей за 4 часа. Потом об этом будут писать в книге. Потом найдутся псевдоэксперты, которые все это опишут, всю эту теорию, как это было и так далее. Вот, они там будут дальше строить прогнозы, можно это повторить или нет. И люди, которые действительно это делают. Поэтому мое пожелание вам, будьте людьми, которые создают новости, а не описывают их, да. И еще в качестве прогнозов, прикольная вещь, мне удовольствие всегда доставляют гороскопы. Я вот ради интереса вам сейчас прочитаю один гороскоп с сайта 1001гороскоп.ру, и вы удивитесь, насколько все это абсурдно. Прогноз, да, значит, бабка на двое сказала. Сегодня гороскоп очень удачен практически для любых дел. Поскольку уверенность в себе и настойчивость будут сочетаться у вас с логичностью и стремлением все разложить по полочкам. То есть в другой день вы будете все нелогично раскладывать по полочкам и не будете стремиться к цели, не будете настойчивы и будете вообще не уверены в себе. Деловой подход в союзе с аналитическим мышлением способны свернуть горы. То есть в любые другие дни деловой подход и аналитическое мышление вообще не нужно, да, то есть для сдвижения гор. Так что ответственные переговоры или другие важные дела обещают пройти наилучшим образом с консиментальным эффектом. Впрочем, следует учесть, день не подходит для авантюрных проектов и импульсивных поступков. То есть все остальные дни в году, капец как подходит для импульсивных поступков. Если тебя кто-то обидел, ты ему сразу можешь дать в морду, и в любой другой день это будет обосновано. Но только не в этот, да? Зато идеально для текущей работы принятие ответственных решений. Ну, мне кажется, решения всегда должны быть ответственные, а импульсивных поступков должно быть поменьше. Ну, единственное, что может быть связано с отдыхом, импульсивно можно. Поэтому верить в гороскоп или не верить, это ваше дело. Я считаю, что бабка надвое сказала, то ли будет, то ли нет. Как только вы будете помогать другому человеку приближать к его же цели, он будет становиться к вам другом. Поэтому сделайте репорт, нам будет приятно. Продолжение следует... Продолжение следует...